Добрейшего времени суток на связи антиквар сегодня у нас необычный ролик сегодня мы присмотримся и попробуем на вкус тактические боевки в настольной игре герои пограничья который выйдет в продажу весной 2022 года в ней игроков будет ожидать кампания состоящая из десятка сценариев и так герои пограничья настольная игра авторы которой при ее создании вдохновлялись вселенной героев меча и магии когда я с ней познакомился то понял что это нашло отражение как в тактике сражений так и в развитии и прокачки главного героя кроме того меня порадовало что в героях пограничья существует карта приключений путешествия по которой вызывают флэшбеки связанные со вселенной игр kings bounty однако давайте перейдем непосредственно к тактическим сражениям в первом из двух поединков у нас лицом к лицу сойдутся элитные войска северных варваров и лучшие воины гномов давайте познакомимся с действующими лицами и начнем с бойцов фракции северные варвары берсерк это юнит ближнего боя не самый плотный варвар зато с тяжелым хорошо поставленным ударом характеристики 20 очков здоровья атака на 7 единиц урона и 3 очка действия на раунд боя мамонт это юнит ближнего боя настоящий тяжеловес из самого сердца северных тундр характеристики зверя 28 очков здоровья атака на 5 единиц урона и 4 очка действия на раунд боя волк это дальнобойный юнит варвар хранитель легенд врачевателя ран мудрейший из ныне живущих характеристики 19 очков здоровья дальнобойная атака на 3 единицы урона при нахождении цели на расстоянии от 4 до 6 гексов и 6 единиц урона при нахождении цели на расстоянии от 1 до 3 гексов имеет два очка действия валькирия это летающий юнит варвар ближнего боя стремительно жестоко и невероятно эффективно в сражении характеристики 24 очка здоровья атака на 6 единиц урона и 4 очка действия за раунд боя и наконец хевдинг это юнит варвар ближнего боя и по совместительству племенной вождь характеристики 20 очков здоровья атака на 6 единиц урона и 3 очка действия на раунд боя теперь пришло время познакомиться с активируемыми способностями варваров которые выпали нам на этот бой героях погранича такие способности называются дух камни мощный удар это индивидуальная атакующая способность которая может быть использована только берсеркером ее описание вы видите на своих экранах атакующий дух камень применяется вместо обычной атаки юниты очевидно что максимально выгодно использовать ее в тот момент когда у берсеркера осталось одно или два очка здоровья в этом случае этот юнит нанесет по цели 16 очков урона глаз предков это индивидуальная дополняющая способность волхва в любой момент этот худесник может дать союзному юниту повторный ход использование дополняющего дух камня не тратит очков действия за один ход юнит может использовать несколько дух камней такого типа закрыть крылом это индивидуальная защитная способность валькирий не хотите чтобы по союзнику прошел урон просто закройте его крылом защитный дух камень применяется во время хода оппонента при объявлении им атаки конкретного юнита боевой клич это индивидуальная дополняющая способность хевдинга вашему воину не хватает урона не беда клич хевдинга придаст дополнительных сил и добавит 6 единиц к стандартному урону целевого юнита и наконец телепорт это общая дополняющая способность такой дух камень поможет дотянуться даже до самого осторожного врага общий дух камни может использовать любой юнит на поле боя помните что каждый дух камень можно использовать только один раз за бой а теперь давайте познакомимся с гномами баллиста это дальнобойный механизм не знающая промаха машина войны характеристики 20 очков здоровья дальнобойная атака на 5 единиц урона при нахождении цели на расстоянии от 4 до 6 гексов и 6 единиц урона при нахождении цели на расстоянии от 1 до 3 гексов имеет два очка действия биликан это юнит ближнего боя класс каменный огромный неповоротливый и смертельно опасный характеристики 30 очков здоровья атака на 6 единиц урона и два очка действия на раунд боя голем это юнит ближнего боя рукотворный механизм созданный лучшими мастерами подгорного племени характеристики 28 очков здоровья атака на 5 единиц урона и 3 очка действия на раунд боя всадник на вепре это юнит ближнего боя да да и у гномов есть своя кавалерия характеристики 24 очка здоровья атака на 6 единиц урона и 4 очка действия на раунд боя и наконец защитник хирда это юнит ближнего боя особенно искусен в организации защитных построений характеристики 27 очков здоровья атака на 5 единиц урона и 3 очка действия на раунд боя переходим к дух камням подгорного племени работа на износ это индивидуальная дополняющая способность баллисты для достижения победы любой ценой метание камня это индивидуальная атакующая способность великана используется под девизом не щадя живота своего саморазрушение это индивидуальная способность голема этот разрушительный дух камень может использоваться как в атаке так и в защите разбить броню это общая дополняющая способность помогает снять даже самый искусный блок и наконец оглушение это также общая дополняющая способность дезориентирует врага, что делает его легкой жертвой для союзников. Обращаю ваше внимание на то, что перед началом сражения армии противников должны быть расставлены каждая со своей стороны в пределах двух крайних игровых гексов поля боя. Переходим к самому главному, тому, ради чего мы здесь и собрались. И да начнется бой, и да случится то, что предначертано свыше. Прежде всего мне хочется замерить дальность выстрела баллисты с того места, где она стоит и из тех позиций, куда она потенциально может продвинуться в следующем раунде. Как видите, на этой указке обозначена дистанция в 3,6 гексов соответственно. Мы видим, до какой отметки можем переместить наших юнитов так, чтобы им ничего не угрожало. Выдвигаем вперед берсерка, встаем им в защитную стойку. Также идет валькирия, мамонт вперед на 3 гекса и в защиту встает. И Хевдинг проделывает то же самое. Волхв также присоединяется к своим боевым товарищам. В принципе, в защиту здесь вставать вроде как и не обязательно, поскольку куболиста не дотягивается. Но при этом мы знаем, что есть еще дальняя атака и у великана. Ход принимает наш оппонент. Но он тоже просто выдвигает вперед своих юнитов, пока первые пару раундов носят скорее подготовительный характер, нежели влекут за собой реальную угрозу и опасность для обеих сторон. А вот со следующего раунда мы уже сойдемся в активном противодействии. Ситуация напоминает классический вариант, кто первый психонет и бросится на оппонента, кто подумает, что может единовременно разом нанести какой-то значительный урон и тем самым развернуть птицу удачи в свою сторону. И возможно даже за один раунд выиграть сражение. Больше для порядка используем указку, отмеряющую расстояние. Дело в том, что все равно мы поставим наши передние ряды в защитную стойку, а в этом случае 5 или 6 урона нанесет баллиста своим выстрелом не играет никакой роли, ведь урон будет резаться пополам и округляться в большую сторону. И в первой, и во второй ситуации. Таким образом по целевому юниту пройдет ровно 3 урона. Давайте-ка мы в наших построениях будем использовать особенности рельефа. Разместим войска таким образом, чтобы каждый конкретный отряд не смогли бить больше двоих врагов. А берсеркера так и вовсе, всего лишь один. Валькирию оставляем позади, поскольку она у нас сверхмобильна и летуча. А волхвом стреляем в великана и наносим ему 3 единички урона. В принципе мы уже готовы передать ход нашему оппоненту осталось только внести коррективы в здоровье. Только что подбитого юнита у великана было 30 единиц жизни, а после выстрела волхва стало 27 единиц. Что сейчас мы и подтвердили графически с использованием специальных игровых фишек. Ну что же, будем посмотреть, чем ответит нам оппонент. В принципе наши войска уже сошлись на достаточно близкую дистанцию для проведения агрессии. Но не будем торопиться. Да, и мы видим, что он берет всадника на вепре и подъезжает вплотную к нашим юнитам. Планирует активировать общий дух камень и разбить броню. То есть он может вывести одного из наших юнитов сейчас из защитной позиции. Посмотрим кто это будет, мамонт или берсеркер. Берсеркер выбирает наш оппонент. Что же, я в общем-то так и предполагал. Но на этом он не останавливается и следом за выведением из защиты он применяет оглушение. Оглушение здесь применяется для того, чтобы берсеркер просто не отвечал всаднику на вепре. То есть я бы не сказал, что это самое лучшее применение для данного дух камня. Но в целом почему бы и нет. Если он планирует по-быстрому разобраться с нашим юнитом ближнего боя, то это применение вполне будет оправдано. Дальше в дело вступает баллиста. Выстрел в берсеркера. Активация индивидуального дополняющего дух камня работа на износ. То есть сейчас будет по всей видимости еще один выстрел в нашего супер ударного юнита. Так и есть. Итого берсеркер остается на 4 очках здоровья. Ну не очень понятно, что должно быть дальше по мнению оппонента. Хотя есть одна идея, есть одна мысль. Но прежде всего давайте у баллисты также отнимем 6 очков жизни. Ведь работа на износ требует от игрока, который воспользовался этим умением определенных жертв. Было 20 жизней, стало 14. Ну да, вот то, о чем я говорил. Та самая мысль в действии. Оппонент вспоминает про дух камень велика на метание камня и хочет таким образом добить нашего берсеркера. Ну что я могу сказать, не тут-то было? Мы тоже не лыком шиты. Между прочим, у нашей валькирии есть защитный дух камень, который называется прикрыть, а точнее закрыть крылом. Союзник в пределах 3 гексов не получает урон от атаки. Давайте воспользуемся им и таким образом защитим берсеркера и позволим ему выжить в этой, не побоюсь этого слова, мясорубке. А теперь у нашего оппонента серьезная дилемма. Понятно, что его план провалился. Сейчас нужно забрать у великана 4 очка здоровья. Но самое это главное, что делать дальше? Такой вопрос перед ним стоит. С одной стороны, он может попытаться прикрыть всадника на вепре, которого он подставил, но он выбирает другой вариант, а именно прикрыть баллисту. Стягивает к ней войска и переводит голема и защитника Хирда в защитное же построение. Оппонент предоставил нам очень серьезный шанс. Теперь нужно его грамотно реализовать, правильно им воспользоваться. Прежде всего смотрим на те возможности, которые открываются перед берсеркером. Так-то у него осталось 4 здоровья, а значит у него в рукаве есть атака на 15 единиц урона за счет использования спецспособности. Окей, мамонта вывели на 2 шага вперед, перевели в защитный режим. Берсерком делаем также 2 шага, активируем дополняющую общую способность телепорт и переносим его на 3 клетки вперед, оставляя рядом с баллистой. Теперь мы активируем спец-атаку берсеркера. Мощный удар. Как я уже сказал ранее, у нас она в данном случае нанесет 15 единиц урона. Этого более чем достаточно, чтобы разобраться с баллистой. Понятно, что таким образом берсеркера мы просто суициднули, но с четырьмя очками здоровья он и так был не жилет, скажем прямо. А так мы более чем неплохо реализовали его атакующий потенциал и сделали нашему оппоненту минус одно существо на поле боя. Перед нами открываются все возможности, чтобы сделать ему минус второе существо на поле боя. Ходим хёфдингом, делаем подшаг к всаднику на вепре, активируем боевой клич, даем дополнительный урон нашей валькирии. Теперь размениваемся ударами с всадником на вепре, то есть минус 6 там и минус 6 здесь очков здоровья. Главное, что нам нужно узнать про эту ситуацию, что у всадника на вепре осталось 18 очков здоровья, а суммарный урон валькирии, напомню, он у нее удвоен, усилен на шестерку хёфдингом, и нашего волхва составляет как раз 18 очков. Простая математика, 18 минус 18 равно сколько? Правильно, равно 0. Таким образом мы лишаем нашего оппонента второго существа на поле боя. Обращаю ваше внимание на то, что у нас с оппонентом осталось всего по одному дух камня, причем у него это саморазрушение или самоуничтожение голема, который еще нужно придумать, как удачно применить. А у меня это глаз предков, который в нужный момент боя даст одному из выбранных мной юнитов повторный ход. Ладно, сейчас действует оппонент, он должен кем-то добить берсеркера, это будет точно не великан, поскольку он его уводит чуть выше и переводит в защиту, точно не голема, значит его добьет защитник Хирда. Так и есть. Что можно сказать по поводу берсеркера? На ум просится только такая немного возвышенная сентенция. Варвар сделал свое дело, варвар может уходить. Волгала без сомнения распахнет свои двери перед таким отважным воином. Между тем оппонент передает нам ход и нужно определяться с тем, как мы здесь будем выигрывать. А в том, что мы здесь будем именно выигрывать, сомнений у меня лично нет. Я предлагаю построить защитную стенку, перевести наших юнитов в оборону. В конце концов у нас есть стрелок, а у него стрелка нет. Так что мы будем его просто-напросто потихонечку расстреливать. А он пусть пытается пробиться сквозь щиты наших воинов. Первый выстрел, естественно, идет в защитника Хирда. Почему? Ну, он единственный, кто стоит без защиты. То есть мы таким образом замаксили урон, который нанес Волг. Ход у оппонента. Ему, в общем-то, ничего не остается, кроме как пытаться пробиться через наших ребят. Почему он делает подшаг и уходит в защиту? Здесь все просто. Ударить всеми он не мог. Ну и оставлять ребят без обороны, чтобы по ним проходил полный урон, тоже, естественно, не вариант. Мы ничего не будем менять. Вывели ребят из защитной стойки и поместили обратно. Волхвом делаем один подшаг вперед и вверх и стреляем по великану. Почему я выбрал именно великана? Ну, тут все достаточно просто. Я его считаю самым опасным юнитом из тех, которые выжили. Ну, хотя бы посмотрите, что его атака больше, чем атака оставшихся в живых воинов гномов. Ну, а теперь оппонент должен нападать. Здесь, что называется, хочешь не хочешь. Что-то мне подсказывает, что он хочет. Хочет сильно. Вот кого он выберет целью? Да, целью он выбирает Хевдинга, что логично. У Хевдинга жизней немного, но пусть пробует его пробить. Здесь, опять же, не так просто это будет сделать. Ясно, что сейчас последует второй удар. Надо только понять, кто будет его наносить. Будет ли это великан или будет это голем? Великан. Великан пошел в атаку. Естественно, ответка с Хевдинга уже снята. Поэтому по нему суммарно проходит шестерка урона. И Хевдинг выживает на 8 очках здоровья. Остается неотходившим голем. Он ожидаемо также подходит к мамонту и уходит в защитную позицию. Нам ничего не остается, кроме как принять ход и оборвать мучения еще одного юнита оппонента. И этим юнитом будет великан. Начинаем мы с того, что мамонт пробивает по великану и получает ответный урон. Соответственно, разменялись 6 на 5. Великан получил 5 урона. Мамонт получил 6 урона. Только ему это как слону дробина. Перед нами по-прежнему находится пышущая здоровьем мохнатая громадина. Перед нами мамонт-чемпион, мамонт-герой, мамонт-долгожитель. Но, как говорится, не слоном единым. Сильны северные варвары. Так-то у нас остаются и другие славные ребята, и другие славные воины. Хевдинг пробивает по великану, наносит еще 6 единиц урона. Великан остается на 9. Теперь мы активируем спецспособность Дух, Камень, Волхва, Глаз, Предков. И, в общем-то, без разницы, кому здесь давать повторный ход, Хевдингу или же слону, давайте дадим его Хевдингу. В свою очередь, Волх использует очко действия на выстрел по великану. И Хевдинг заканчивает начатое. Третий юнит гномов отправляется в небытие, с чем я вас, друзья, и поздравляю. По всему выходит, что мы должны одержать уверенную сокрушительную победу в этом бою. Валькирии, в общем-то, может быть и имело смысл атаковать защитника Хирда, но можно и отправить ее в оборону. Это, мне кажется, уже здесь не так важно. Понятно, что наш Хевдинг остался на 8 единицах здоровья, и сейчас его оппоненты добьют. И ситуация по юнитам несколько подравняется. Хотя не сказать, что подравняется в полной мере. Все-таки по-прежнему останется 3 на 2. А это в данном случае в Героях Пограничья более чем внушительный перевес. Сейчас нам предстоят просто технические операции по обмену ударами, в результате которых наш Хевдинг тоже становится всего лишь воспоминанием. Как бы это ни было прискорбно. Вообще при подобных раскладах на поле брани практически любой оппонент уже сложил бы оружие и прекратил всяческое сопротивление. Но я хочу вам напомнить, что мы бьемся именно против гномов, против жителей Подгорного Королевства. А эти невысокие крепыши и творения их рук и мыслей, если мы будем говорить о Големе, всегда отличались завидным упорством. Мы принимаем свой ход, смещаем слона вниз, отправляем в защитную стойку и нашим волхвом атакуем Голема. У того остается 16 очков здоровья. Лично я не вижу никаких перспектив для успешного продолжения этого сражения. Но кто знает, может быть наш оппонент видит для себя какие-то реальные варианты, которые приведут его к победе. Сейчас ход переходит к нему. Посмотрим, что он будет делать. Или это просто будет самоубийственный акт, в котором его юниты расшибутся о стену северных варваров. Голем подходит вплотную к волхву и блокирует его возможность стрелять. Волхв может биться в рукопашную, но такой необходимости у нас нет. Как я уже сказал, у нашего оппонента 16 очков здоровья, и мы сейчас Голема с удовольствием отправим на свалку металлолома. Начинаем с атаки валькирии, размениваем хп 6 на 5. Теперь будет пробивать мамонт, после чего наш волхв отойдет на одну клетку вниз или вбок, это не так важно, и нанесет последний решающий добивающий выстрел. Конечно, у оппонента, у нашего противника останется защитник Хирда, но при этом сложно сказать, что он может сделать. В общем-то, единственное, на что он может сподобиться, точно так же приблизиться к нашей армии и умереть. И похоже, что наш оппонент прекрасно понимает, что шансов на продолжение этой игры и успешное ее завершение у него нет. Такой получилась наша первая сегодняшняя битва, в ней северные варвары уверенно победили гномов. Переходим ко второму запланированному сражению, в нем мы познакомимся с воинами двух оставшихся в игре фракций. Встречайте, в левой стороне поля боя эльфы, в правой люди. Начинаем знакомство с лесными жителями. Характеристики проговаривать я не буду. Уверен, что после первого боя вы и сами сможете их разобрать на планшетах существ. Снайпер – это дальнобойный юнит, классический эльфийский стрелок, чьи стрелы не знают промаха. Одинаково эффективен в пределах 6 гексов, независимо от удаленности цели. Беорн – это юнит ближнего боя, класс Зверь, житель глухих чищоб, горе тому, кто встретит его на поле боя. Единорог – это также юнит ближнего боя, невероятно быстрый и сильный зверь, в одиночку способен контролировать большую часть поля боя. Энд – это юнит ближнего боя, обладает самым большим запасом здоровья среди юнитов, которые участвуют в наших показательных сражениях. Из минусов – малое количество очков действия и не самая сильная атака. И, наконец, мастер клинка – это юнит ближнего боя, высокой скорость и виртуозное владение холодным оружием компенсируются не самым большим запасом здоровья. Переходим к дух камням, которые выпали эльфам в этом бою. Точный выстрел – это индивидуальная атакующая способность снайпера, супервыстрел, от которого невозможно спрятаться. Ослепление – это индивидуальная атакующая способность единорога, добавляет оглушение к стандартному удару этого волшебного создания. Длинные ветви – это индивидуальная атакующая способность энта, невозможно противостоять силе леса, не верите? Попробуйте вырваться из удушающих объятий этого монстра. Воодушевление – это общая дополняющая способность, что может быть лучше дополнительного хода, активированного в решающий момент боя. И, наконец, воздаяние – это общая защитная способность. Пока этот дух камень в руке игрока, никто не сможет без страха возмездия атаковать его юнитов. Давайте посмотрим, что могут противопоставить мощи лесного народа люди. Рыцарь – это кавалерист юнит ближнего боя, он вполне может посостязаться в скорости и силе удара с эльфийским единорогом. Верховный жрец – это юнит ближнего боя и по совместительству главное духовное лицо королевства людей, не последний боец в этой армии. Боевой маг – это дальнобойный юнит, познавший все глубины и тайны атакующей магии, первая цель для любой вражеской армии. Элитный мечник – это юнит ближнего боя, закованный с ног до головы в латный доспех воин, выкашивающий врагов огромным, устрашающим двуручником. И, наконец, капеллан – это юнит ближнего боя, не только духовное лицо, но и лидер, вдохновляющий армию людей на поле сражения. Осталось посмотреть дух камня, которые поведут людей к победе, и можно начинать сражение. А тут есть на что обратить внимание. Святая аура – это индивидуальная дополняющая способность Верховного Жреца, своеобразная массовая волшебная аптечка. Огненный шар – это индивидуальная атакующая способность боевого мага, наносит урон по площади трех гексов и сеет ужас в рядах врагов. Боевой настрой – это индивидуальная дополняющая способность капеллана. Этот воин способен слова сказать, после которых каждый захочет повоевать. Насмешник – это общая альтернативная способность. Для ее применения юнит должен потратить все свои очки действия. После произнесения насмешки целевой вражеский юнит забывает о приказах, теряет контроль над собой и стремится тут же покарать обидчика. И, наконец, лечение – это общая дополняющая способность. Восстанавливает количество здоровья, которое соответствует показателю атаки целевого союзного юнита. Догрянет битва, эльфы начинают и выигрывают, проигрывают – в ближайшее время мы с вами это узнаем. Когда я увидел огненный шар в комплекте двух камней, которые достались людям и понял, что у боевого мага имеется такая атакующая опция, то у меня сложилось двоякое ощущение отношения к этому моменту. С одной стороны, мне бы ужасно не хотелось под него подставиться, с другой стороны, хочется, чтобы он поскорее эту карту разменял с не очень большим уроном для меня. Ладно, давайте мы снайпера выдвинем вперед, померяем расстояние до боевого мага, понятно, что мы до него не дотягиваемся, и используем его дух камень – точный выстрел, которое, в общем-то, плевать хотело на расстояние в бою и способно в любую точку поля боя доставить 5 урона выбранной цели. Хорошо, минус 5 здоровья у боевого мага, итого у него было 18, осталось 13. Мы подводим вперед Энта, причем я его подвожу и не буду ставить в защиту, это, как вы понимаете, провокация на использование огненного шара от мага. Всеми остальными созданиями тоже выдвигаюсь вперед и встаю в защитную стойку. Полагаю, нормально для первого хода, посмотрим, что придумает оппонент. Ловушка с огненным шаром заготовлена, будет ли он ею пользоваться или что-то еще придумает. Опа! А мне кажется, он что-то еще уже придумал. А я-то и просмотрел насмешника, я единорога поставил на расстояние 6 гексов от его капеллана, то есть он сможет меня насмешником сейчас выдернуть, если будет его использовать. И на 5 клеток просто я к нему подойду, как на веревочке. И останусь там без защиты. Угу. Но, пока он задумался, считает, видимо, ходы, получится ли атаковать единорога всеми юнитами. То есть понятно, что в такой ситуации капеллан ход потеряет, использовав альтернативный дух камень. Да, он считает, и получается, что рыцарю не хватит его 5 очков действия, чтобы подойти и ударить. Поэтому наш оппонент будет применять дух камень капеллана, боевой настрой. Благо, очков действия он не тратит, он является дополняющим. Все союзные юниты в армии людей получают плюс 2 очка действия. Теперь вход пошел за защитника. Ага, как же. Насмешник теперь вход пошел. И наш единорог, а я так понимаю, что это будет именно он, ну да, было бы странно, если бы он не в единорога использовал силу этого дух камня, срывается с места и подходит к капеллану. Подошел и замер в ожидании... Ой, нет ни чудес, в ожидании града удара, которые посыплются сейчас на него со всех сторон. Элитный мечник делает два шага вперед и разменивается шестеркой урона с единорогом. Таким образом с единорога ответка снята. И теперь в него залетит еще как минимум 12 урона, а то и 18, если маг будет тоже стрелять по нашему волшебному созданию. Верховный жрец приложился, поскакал рыцарь, как мы видим, считаем, вот 5 получилось очков действия, и вот именно из вот этого шестого очка действия, которое было необходимо рыцарю, капеллан и потратил свой дополняющий дух камень. И того единорог получил уже 18 урона, и да, боевой маг в него стреляет, и единорог по итогу получает 24 урона. Но, секунду, давайте-ка я воздаянием верну магу шестерку урона. У нас была эта карта, и я полагаю, что самый хороший момент, чтобы ее применить. Маг остается на 7 жизнях в итоге после этого, и мне кажется, у меня в голове уже созрел план для возвращения в игру. Нужно понимать, что единорога мы потеряли. Ну, то есть, смотрите, он выживает на двух очках здоровья, но проблема-то в том, что он отсюда никуда никак не ускачет. Ну, то есть, как бы как, можно потратить второй ход, да, у нас есть для этого дух камень, чтобы увести единорога из-под атаки рыцаря, но мне это видится не самым лучшим, не самым надежным вариантом. То есть, проще единорогам вписать шестерку урона, причем с использованием его спецспособности, его дух камня, и оставить там, где он и стоит. Этот юнит для нас уже потерян. Но, самое-то главное, что у нас тут вырисовывается и вытанцовывается. Смотрите, снайпер подходит на единичку вперед, стреляет в боевого мага, мы активируем воодушевление, общий дополняющий дух камень, даем второй ход снайперу, и таким образом мы добиваем боевого мага. До свидания, до свидания. Десятку урона мы ему вписали, а ему бы хватило и восьмерки. Но, в любом случае, с магом мы разобрались. Таким образом, что мы имеем в итоге? Сейчас единорог походит, понятно, что с активацией своего дух камня. Для чего активировать его дух камень? С его атакой. Тут все очень просто. Ослепление мы активируем для того, чтобы единорог ударил и ему не ответили. Бьем с ослеплением по элитному мечнику, снимаем с него шестерку здоровья. Он остается на 15 жизнях, хотя изначально был на 27. И, естественно, не отвечает единорогу, потому что он ослеплен. Остальные наши отряды отводятся на защитные дальние позиции и принимают оборонительное построение. Теперь вопрос, как оппонент будет выходить из этой ситуации и вообще чья ситуация лучше? Если честно, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Смотрите, с одной стороны мы разменялись юнитами. Понятно, что единорог сейчас умрет. Мы отдали юнита с большим количеством здоровья. 26 очков здоровья, это не шутки. Добивает, кстати, единорога наш оппонент рыцарем. Таким образом, рыцарь останется на месте, а остальные пойдут вперед, так как остальным нужно что-то делать с нашими снайперами, которые укрылись в родных эльфийских лесах и их прикрывает самое подходящее в этот момент создание, а именно дендроид. Очень аутентично получается. Сейчас будет оперенная смерть вылетать из лесных девственных кущ и врываться во врагов. Ну так вот, оппонент потерял очень сильного стрелка, причем маг не успел использовать огненный шар. И это тоже очень круто. Почему оппонент сейчас не увел капеллана в защитную позицию? Ну он хочет, чтобы наш эльф стрелял именно в капеллана, а не в рыцаря. Я полагаю так, то есть дать нам альтернативу. Рыцарь бьет сильнее, но я-то буду стрелять естественно в рыцаря. Именно по той же самой причине, потому что рыцарь бьет сильнее. Минус 5 у рыцаря он остается на 20 жизнях. Тут в чем еще проблема у нас? У юнитов оппонента очень много очков здоровья. Да, мы немножко потрепали элитного мечника, ну элитного мечника даже не немножко, а неплохо мы потрепали. Немножко потрепали рыцаря, но все остальные то в порядке. Поэтому мы стоим на месте всеми нашими юнитами, просто уводим их в защиту. Взламывать нашу оборону должен наш оппонент. Вот пусть он этим и занимается. Я полагаю сейчас он всеми будет уходить в защиту и мы можем выбрать кому мы нанесем 3 урона. Рыцарь быстро нагонит своих товарищей, поскольку у него 5 очков действия, тут проблемы никакой нет у нашего оппонента в этом плане. Вопрос что он будет делать дальше? Вопрос чья позиция выигрышнее? У меня пока ответа на этот вопрос нет. Еще я бы обратил ваше внимание вот на какой фактор. У нашего оппонента осталось 2 дух камня, которые он может применить и оба связаны с лечением. То есть сначала верховный жрец может полечить всех своих союзников и себя на 3 очка здоровья таким образом плюс 12 хп сделать и потом еще просто есть лечение отдельным дополняющим дух камнем. Поэтому не так все просто не так все однозначно в этой ситуации. Но я тут не комментирую то, что я делаю на поле боя в силу того, что тут-то наш геймплей абсолютно понятен. Мы взяли и просто выстрелили дополнительно нанесли урон элитному мечнику. У него было 15 жизней, осталось 12. Ну и все наш оппонент сейчас будет расставляться для атаки. Посмотрим какой вариант он выберет. Пока не очень понятно как именно он планирует расставиться, но логично было бы поступить как? Логично было бы поставить верховного жреца таким образом, чтобы он граничил со всеми остальными юнитами. Почему? Ну тут все очень просто. Его дух камень, его лечение работает только на тех союзных созданий, которые стоят вплотную к нему. Поэтому сейчас поставить, ну не сейчас, а наверное на следующий ход поставить верховного жреца между Бьерном и мастером клинка и в какой-то момент просто применить лечение, когда оно зайдет по всем союзным войскам, в том числе по верховному жрецу, когда все они будут иметь некоторые проблемы с жизнью. Окей, выводим наших воинов из защитных позиций. Наша песня хороша начиная сначала. Мы продолжаем наносить урон по элитному мечнику. Но опять-таки сейчас он останется на 9 жизнях. Я вам что хочу напомнить, что в теории он может полечиться на 9 очков здоровья. Так-то его 9 жизней могут запросто превратиться в 18. то есть шестерку он может получить с общего духа камня и тройку получить от верховного жреца. Остальные наши юниты уходят в защиту. Я по защите точно бить не буду. Когда оппонент откроется, я посчитаю сколько урона я ему вписываю, сколько я ему наношу повреждений и подумаю о целесообразности вообще какой-то атаки. оппонент выводит свои войска из задумчивости хотел сказать я из защитного построения ну из задумчивости тоже я полагаю что он и сам пребывает в задумчивости он приводит верховного жреца именно в ту позицию в которую я и предсказывал но это очень логично с точки зрения использования индивидуального дух камня и бьет по мастеру клинка мастер клинка отвечает полагаю что сейчас рыцарь тоже впишется в мастера клинка потому что иначе ну было бы как-то странно разменивать хп по юниту который просто стоит в защите и не наносить ему дополнительные повреждения когда это можно сделать минус минус 6 очков здоровья у верховного жреца минус 6 после двойной атаки в блок у нашего мастера клинка мастер клинка останется на 17 очках здоровья теперь оппонент полагаю что подойдет капелланом и он бьет по энту да ему надо выбивать энта хочешь не хочешь энт должен быть побежден только так он сможет пробраться к нашему снайперу и завязать там какую-то рукопашную только в этом его шанс на победу я уверен кстати что люди которые хорошо считают которые имеют математический склад ума они в принципе могут здесь уже предсказать кто выиграет посчитать всю вот эту ситуацию ну во-первых я не настолько хорошо считаю а во-вторых ну мне просто сейчас не хотелось занимать ваше время и углубляться в такие серьезные подсчеты так ну что по энту залетело 3 урона да залетело по энту именно так то есть у него было 32 здоровья а осталось 29 вот таким вот образом тут главное не ошибиться не доложишь один жетон а потом из-за этого есть результат боя может пойти насмарку придется либо признавать техническое поражение либо устраивать переигровку как в футболе так ладно элитный мечник уходит в защиту понятно у него мало здоровья он не планирует получать в себя полный урон ну и естественно мы по блоку стрелять снайперам не будем вопрос что нам делать имеет ли смысл нам сейчас атаковать нашими милишными юнитами в рукопашную или нет или опять уйти в оборону прежде всего я наношу рыцарю 5 урона он остается на 15 хп много много очков здоровья у наших оппонентов выдержим мы или нет я честно не понимаю то есть с одной стороны мы в неплохой ситуации когда просто мы стоим и принимаем удары в блок то есть мы выгодно размениваемся по хп да учитывая что еще постреливает наш снайпер но здоровья просто банально у оппонента больше будем посмотреть как здесь все сложится насколько имеет смысл устраивать такие размены в героях пограничья когда ты отдаешь своего сильного рукопашного юнита в обмен на стрелка оппонента святая аура от верховного жреца пошла сейчас каждый из союзников верховного жреца в том числе и он сам получит 3 очка здоровья и того давайте просто мы посчитаем у рыцаря становится 18 очков здоровья у верховного жреца становится 23 очка здоровья у нашего точнее не нашего но между тем все равно замечательного элитного мечника становится 12 очков здоровья и у капеллана становится 28 очков здоровья то есть капеллана чуть-чуть поцарапали в этом бою пока никакого урона фактически ему мы не нанесли вот а если посмотреть на наших ребят ну давайте будем объективны у нас тоже пока все неплохо у нас у энта много очков здоровья убиорна да которые подпирают непосредственно нашего снайпера ну и оппонент продолжает драться это ясно что верховный жрец наносит 3 урона мастеру клинка сам получает в ответ 6 рыцарь вкидывает свои 3 урона по защите пробивая и мастер клинка остается на 11 очках здоровья ну и полагаю что капеллан также продолжит потихонечку планомерно разрушать защиту дендроида то есть разменивать свои хп то есть он наносит 3 дендроид в ответ бьет 5 жизни сейчас у них на единичку до этого удара до этого обмена ударами на единичку жизни было больше у дендроида сейчас у капеллана остается 23 здоровья надо ему еще единичку докинуть вот так а у дендроида остается 26 здоровья давайте мы тоже заберем 3 жетона и отправим их куда следует не не вывел наш оппонент из защитного построения элитного мечника но видимо потому что он бы его вывел из этого защитного построения и тем же самым макаром вел обратно его он бережет понятно что это воин который может наносить 6 урона но не по блоку по блоку он будет наносить 3 кстати по блоку без разницы кем работать ребятами которые наносят 6 урона или ребята которые наносят 5 урона поскольку округление в верхнюю сторону и в результате будет все равно 3 очка здоровья терять юнит оппонента сейчас нам нужно определиться с тем кого бить я склоняюсь все таки к верховному жрецу давайте по нему мы удары проведем отнимем у него 5 очков здоровья более того я не собираюсь останавливаться на одном эльфийском стрелке у нас бьерн пробивает по жрецу получает ответку размениваются они 6 очками давайте мы сразу же убьерн эту шестерку уберем чтобы потом не запамятовать ну и естественно добавляет свою лепту в общее дело наш мастер обращения с клинками он также вкидывает 6 очков урона по верховному жрецу и в принципе нам этого вполне хватает чтобы этого товарища забрать давайте посчитаем мы в сумме нанесли 17 очков урона то есть нам как раз урона хватило чтобы верховный жрец отъехал ну к сожалению он успел применить лечение на своих соратников но тут уж что поделаешь ничего не попишешь уже успел это сделать причем поступив таким образом я понимаю что сейчас на новом ходу который принимает наш оппонент мы банально отдаем нашего мастера клинков да у него осталось 11 единиц здоровья поэтому его в общем-то не спасти кроме того оппонент решается применить лечение ну и я полагаю что лечение будет применяться на элитного мечника все-таки у него просадка по здоровью наиболее значительно ну и что-то мне подсказывает что он захочет это дело подкорректировать да захочет сделать так чтобы очков здоровья у него было побольше и того элитный мечник живет на 18 хитпоинтах теперь осталось понять как именно будет добиваться наш эльф то есть кто будет с него снимать ответку или это будет рыцарь или это будет элитный мечник ну и нам оппонент тут же показывает что рыцарь проводит первый удар получает соответственно 6 урона сам в свою очередь 6 урона наносит рыцарь остается на 12 очках здоровья и сейчас можно не сомневаться элитный мечник подтянется к этой разборке и закончит историю еще одного нашего юнита да это понятно и мы снова остаемся в равном количественном соотношении 3 на 3 3 юнита у нас 3 юнита у оппонента при этом юниты оппонента уже не смотрятся так цельно и монолитно все таки они довольно таки сильно пробиты у них уже нет полного запаса здоровья относительно неплохо в этом плане ну даже можно сказать хорошо в этом плане смотрится капеллан у него все очень даже ничего ну и поскольку берн открыто его также нужно бить то капеллан наносит по нему урон он проводит атаку наносит 5 урона в ответ получает 6 от нашего зверя итого капеллан живет на 17 очках здоровья знаете я склоняюсь к тому что эльфы выдерживают выдерживают это жесточайшее рубилово обмен ударами похоже что прочности нашего энта и нашего биорна хотя в последнем я не уверен может быть биорна мы еще потеряем должно хватить для того чтобы победить выводим энта из оборонительной позиции ну и давайте принимать решение давайте прикинем хватит ли нам урона чтобы кого-то забрать суммарно наши ребята бьют на 16 очков здоровья а у капеллана получается 17 хитпоинтов ну не вариант да на него сейчас набрасываться и пытаться закончить все это дело каким-то мощным блицкригом единым ударом ну раз мы не готовы забирать капеллан точнее раз мы не можем этого сделать то давайте снайпер выстрелит по рыцарю у рыцаря после этого выстрела остается 7 единиц жизни вот такой рыцарь мне уже больше нравится а то смотрите-ка на него 25 хп ему сделали и думают что и думают что все сойдет им в этом плане с рук теперь вопрос что делать с Биорном давайте переведем его также в защитную позицию и придется еще один раунд нам постоять под градом ударов при этом Биорна смогут окучивать с трех сторон и нанести ему целых 9 единиц урона начинает это избиение капеллан ну это ожидаемо разменялись ударами минус 6 очков здоровья у капеллана по Биорну проходит 3 урона ну и сейчас еще 3 урона внесет сначала элитный мечник потом рыцарь ну или оппонент мог провернуть все это наоборот в общем-то роли это не играет главное что Биорн вместо 14 очков здоровья живет теперь всего лишь на 5 что называется почувствуйте разницу но при этом давайте посмотрим правде в глаза у нашего энта 26 здоровья 26 Карл я считаю этого более чем достаточно чтобы здесь все заканчивать прежде всего мы избавляемся от рыцаря снайпер стреляет минус 5 и Биорн добивает рыцаря рыцарь отъезжает оппонент выживает на элитном мечнике и на капеллане что касается нашего энта давайте уведем его в защиту просто не будем торопиться хотя в принципе можно было и его включить в этот процесс обмена любезностями при помощи ударов ну что же оппоненту переходит ход элитный мечник врезается в Биорна и добивает его понятно что здесь никакой ответки не будет проходить просто мы лишаемся еще одного юнита остаемся два на два юнита все меньше развязка все ближе ну и я полагаю что исход сражения уже давно стал секретом полишинеля что уж там греха таить однако пока наш оппонент не признает свое поражение мы будем биться биться до последней стрелы у снайпера до последней ветки в кроне дендроида принимаем ход выводим энта из защитной позиции берем снайпера и стреляем по кому бы вы думали ну я уверен что все здесь догадались и сделали правильный выбор мы будем стрелять по элитному мечнику на том простом основании что он не стоит в защитной позиции а мы всегда стремимся замаксить тот урон который можно нанести оппоненту энд опять уходит в защиту совершенно ни к чему здесь пытаться проломить головой пускай довольно сильно истанчившуюся но все таки пока стену капеллан пробивает по нам энд наносит в ответ свои обычные 5 единиц урона и того у капеллана остается 6 жизней элитный мечник подходит и так же наваливается на нашего защищенного со всех сторон энта энд теряет 6 единиц здоровья в сумме и остается на 20 жизнях что тут скажешь нам остается просто закончить начатое завершить исход этого сражения в нашу пользу естественно я сделаю это с превеликим удовольствием как вы понимаете выводим энта из защитной позиции и пожалуй пришло время нанести его знаменитый удар или как или будем тянуть еще волынку до последнего нет давайте все таки наверное потянем это всегда так приятно потянуть волынку наносим стрелковой атакой снайпера 5 урона элитному мечнику и энта опять таки переводим в защитную позицию зачем я это делаю ну потому что сейчас я добить элитного мечника не могу поэтому пусть оппонент еще раз попробует в нас врезаться нанести нам какой-то урон он проделывает все ту же комбинацию которая давно набила оскомину снимает ответку и получает ответный же урон капелланам у капеллана остается всего лишь одно очко здоровья и он бьет по нам элитным мечником энд выживает на 14 жизнях теперь мы принимаем видимо последний раунд в этом бою наш снайпер добивает капеллана ну и давайте все-таки воспользуемся спецатакой энта недаром у него есть длинные опутывающие враговетви давайте нанесем безответные 5 единиц урона элитному мечнику подтягивать его к себе не нужно он и так стоит вплотную но это же не значит что мы не можем ударить его без ответа таким образом элитный мечник выживает на 3 хитпоинтах и я полагаю что здесь и сейчас наш оппонент может с чистой совестью признать поражение но он предпочитает биться до конца вот этот самый известный до конца гейминг элитный мечник врезается в неприкрытого незащищенного дендроида наносит ему 6 единиц урона энд выживает на 8 жизнях и в свою очередь энд врезается в элитного мечника и добивает его победа друзья мои с чем я вас и поздравляю и все таки тактика эльфов оказалась более выигрышной вывод простой никогда не пытайтесь добраться до эльфийских стрелков которые засели в родных лесах на этом наше знакомство с тактическими боями в настольной игре герои пограничия подошло к концу надеюсь что этот ролик вам понравился своими эмоциями и впечатлениями делитесь в комментариях за сим позвольте откланяться это был антиквар огромное спасибо спонсорам канала за поддержку всем удачи и до встречи пока